По действующим сегодня правилам батареи в домах начинают теплеть, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней не превышает 8 градусов. Но не всех россиян устраивает такой порядок. Именно поэтому в Москве решили подготовить законопроект, позволяющий местным чиновникам регулировать температуру в квартирах. К слову, в Барнауле ничего менять пока не планируют. Отлаженная годами технология подачи тепла будет работать и впредь, говорят в мэрии. С 14 сентября начнется заполнение системы отопления. А когда оно появится в домах горожан, зависит от погодных условий. Что касается объектов социальных, это детские сады, школы и больницы. По имеющейся информации, они получили письма от профильных комитетов о необходимости мониторить внутренние температуры. И в случае их приближения к критическим, направлять телефонограммы в обслуживающие организации. Дни факультета пищевых и химических производств в Алтайском политехе сочтены. К Новому году на его базе обещают открыть Институт биотехнологии, химии и экологии. Кстати, это название пока условное. Сейчас проводят вузовский конкурс. По словам ректора вуза, трансформация факультета в институт – это эволюционный процесс, который позволит работать по-новому. Привлекать на конкурсной основе наиболее сильных абитуриентов. Требовать в Министерстве увеличения контрольных цифр набора. Но самое главное – институт сможет оперативнее заключать договоры с предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности. А значит, алтайские сыр, вино, безглютеновый хлеб, кефиры станут достоянием всей страны. Мы открываем двери для предприятий Алтайского края, пищевой и химической промышленности, для того, чтобы они более тесно с нами сотрудничали. И мы помогали внедрять и разрабатывать для них, возможно, новые технологии, новые рецепты, новые разработки, новое оборудование и так далее. За 40 лет его работы онкологическая служба изменилась в корне. Появились новые здания, пришли новые технологии в диагностику и лечении. Но самое главное – контингент излеченных больных, состоящих на учете, вырос в 10 раз. Главный онколог края Александр Лазарев в этом году отмечает 40-летний юбилей жизни в профессии. В 1975 году он с отличием окончил наш Алтайский мединститут, а сегодня с отличием работает. Подробный материал о легендарном алтайском докторе смотрите в наших ближайших выпусках.